Время, которое вы живете, которое вы живете Время, которое вы живете Время, которое вы живете Какие люди живут здесь? Постоянно 22 Поднимите руку тех, кто здесь живет Все? 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 Что есть? Все еще есть Поехали Очень красиво 21 лет назад, я живу на Лукомнат Beach, California 20 минут года назад я жил в Лагуна-Бичи в Калифорнии. В Лагуна-Бичи похож на это место, которое расположено на берегу Моя. И там у нас была старинная церковь, мы купили ее под правом. И мы installed там шиши пакса-тенфа. И там у нас была основана шиши пакса-тенфа. И это было очень красиво. Мы также были в Лагуна-Бичи в ресторан. В общем, это напомнило мне это место. Может, я должен представиться, потому что вы не знаете, кто я. Потому что, наверное, вы не знаете, кто я такой. Но, my name is Dhaneshwar Nans. Меня зовут Дhaneshwar Nans. I joined Prabhupada's... I started reading Prabhupada's books in 1972, when I was in university. Я начал читать книги Прабхупады в 1972 году, когда я еще учился в университете. Я окончил университет, получив специальность инженера-ядерщика. Но, до этого, я еще читал книги про Прабхупады. И, довольно скоро после того, как я начал работать, я начал посещать храмы Прабхупады. Затем я захотел обрить голову и стать настоящим кредором. Но президент храма не позволил мне этого сделать. У меня была работа, и я поддерживал храму своей зарплатой. И, со, что это было моим первым служением. Я давал 50% от меня, и я поддерживал храму своей зарплатой. В последующие 40 лет я бывал то президентом храма, то, конечно, распространителем книг, Топу Жаре, и однажды я пол-менеджером ВПТ. И, последние 8 лет я проповедую в Восточной Европе, но Украине, в России и в Индии. И, возможно, вы знаете, может быть, кто-нибудь читал мою книгу «Духовная экономика». В ней говорится о том, как жить по Бхагавадгите. Кто из вас находится в сознании Кришны меньше года? Добро пожаловать в семью Пракхупады. Между годом и пяти годами. Больше пяти лет. Итак, для тех, кто из-за новой девушек, какой последний наставлен к Кришне, Бхагавадгите? Кто может сказать? Сарадарма-паретярма. Моя и моё. Всего экономика построилась. «Моя и мое». Как если вы записываете там доходы расходы, а внизу вставите черту и подводите итог. Это вывод. И поскольку это заключение, вывод, то очень важно понять, что же именно говорит Кришна. И Кришна говорит, «Сарва» — это значит «все», «дарма» — Прабхупада переводит как «невидии», «паритяджа» — «оставь» — «фаритяджа» — «оставь» — «все виды религии». Обычно мы думаем, что Бог хочет, чтобы мы следовали религии. Да? Но здесь Бог говорит, «оставь все виды религии». Так что, как это возможно? Так что, потому что это последовательная, это последовательная, но мы должны понимать это. Так что это вывод Бхагавадгиты и ее заключение, то нам нужно разобраться в этом. Так что, чтобы это понять, обратимся к первой главе Бхагавадгиты. И там Арджуна жалуется Кришне, что он не хочет воевать. И он приводит очень сильные аргументы. Если мы убьем этих мужчин, женщины останутся без защиты. Отсюда произойдет нежелательное население. Будут утрачены семейные традиции. И это будет плохо для всех. Почему так важно поддерживать семейные традиции? Потому что, вы знаете, что в ведической культуре все хотели иметь сынарии, потому что сынария совершали ягью, которая позволяла предкам возноситься в райские пущи. И они могли оставаться там в этих ягьях. Они могли только до тех пор, пока продолжалась ягья. So, there is a very strong motivation for everybody to continue this tradition. Это было очень сильным мотивом для всех и каждого продолжать эту традицию. И если ягья останавливалась, то всем приходилось возвращаться, всем предкам. И интересно то, что когда им приходилось оттуда падать с райских планет, то они должны были совершить определенное служение для Ямараджа. И им приходилось становиться ямадутами. So, ямадуты, of course, you know, they must know the principles of religion. И, конечно, вы понимаете, что ямадуты должны знать религиозные принципы. And so, these people, they are from great culture. They have, they are pious, they are from great culture. They have their same principles of religion. And so, they do some service for Ямараджа before they are born again on the earth. So, anyway, these are good arguments that are generated. Where are those arguments from? What's the source for the basis of those arguments? Дарма Шамса? Yes, you're very good, yes. At that time, they were following Vedic culture. But still, even though Арджуна is making these arguments from Vedic culture, still, Кришна is telling him, Sarva-дарма, Rit-yaga. What dharma to give up? That dharma. So, Кришна, we are trying to develop Vedic culture. They already had our Vedic culture. And Кришна, Сангар-чуна, give it up. So, what does this mean for us? We also have a culture. And our culture gives us dharma. And what's the dharma of Russian culture? I'm a foreigner here. I don't know the dharma of your culture. Please, enlighten me. I'm a foreigner here. I don't know the dharma of your culture. Please, enlighten me. Okay? What? What kind? Okay. Okay. What else? What else? Okay. More? Если вы хотите быть хорошими гражданами, русскими, то что вы должны делать? В некоторых местах мне говорили, что лучше всего это иметь высокие заборы, чтобы там собака сидела. Я вижу, что везде есть собаки. Наверное, это правда. Будучи иностранцем в вашей культуре, я могу вам вот что о вашей культуре рассказать такое, чего вы, возможно, не замечаете. Или, во всяком случае, я могу рассказать вам то, что здесь отличается от американской культуры. So, one thing I've seen in Russia is that you like to have very nice light fixtures in your rooms. Light fixtures. Я заметил, что у вас, вы любите в своих комнатах красивые светильники. Люблю делать. And every room must have a different light fixture. И в каждой комнате своя люстра красивая. So, being in Russia, I've seen so many different light fixtures that I've never ever seen in Russia. In Russia, я столько этих светильников смотрелся раз на раз. Anyway, it's nice. We only have the same old boring light fixtures in every room. And, actually, you're not following the proper Russian culture here, in this room. Usually, I've seen you must have paper covering in all the walls. So, where's the covering? You don't have covering. Not following your culture. Oh, I know. Саванарма Придьяган, right? So, anyway, our culture gives us so many things that we are supposed to do. And these are, we're, it's actually very difficult for anybody to actually say what the culture is, because we're so accustomed to it, we don't even notice it. So, you don't mind, because from the time we're just a small child, we're trained in that culture. And so, by the time we become adults, we act according to that culture very unconsciously. And so, when Krishna says, Sarvadharma Придьяган, he's telling Arjuna to give up his culture and be white. So, when Krishna says, Sarvadharma Придьяган, do what I say in Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, Krishna is giving so many instructions, what to do, how to live, how to behave, what not to do. And, in fact, even Krishna, he gives us a new process of religion in Bhagavad Gita. And we'll get back to that in a minute. So, we talked about the last instruction of Bhagavad Gita, what's the first lesson in Bhagavad Gita? What's the first lesson in Bhagavad Gita? You're the president. Somebody else. Who else? Come on. First instruction, first lesson about Bhagavad Gita. Okay, the boss. No, 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 the boss. Stay on the chairman. The first sages. Yeah, that's not the first lesson. There's something more in chapter two. The animals. We are not the body. Those who are attached to the primary words to the things that we have. The first lesson. 42-43. Yeah. And then, Christian says, in the minds of those who are too attached to sin's gratification, they do not have the determination for devotional source. And all the purposes of the Vedas can be served by one who knows the purpose behind them. And what's the purpose of the Vedas? They do not have the Vedas. They do not have to quit. 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 And here in Bhagavad Gita, what Krishna is doing is actually giving us a new process of religion. And he explains that in chapter four. And there is a book written in Asarana, Bhinacharya Chavichkita, Dharma is some stapanarutaya, samavami, yuge, yuge, that I come to annihilate the miscarience to protect the devotees and to reestablish the principles of religion. So that's what Krishna is doing here in Bhagavad Gita. He's actually giving a different process of self-realization, the process based on devotional service. So, with that then he gets into the second lesson of Bhagavad Gita. What might that mean? Any opinion? Any statistics? Yes, sir. If our false ego is based on mind. What's the two parts of false ego? Yaya Maya. So the first two lessons in Bhagavad Gita are about Yaya Maya. So, the second lesson of Bhagavad Gita begins. — — — — — — — Глава вторая, текст сорок седьмой. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться обладанием своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом не отказывайся от выполнения своих обязанностей. То есть у тебя есть право исполнять предписанные обязанности, однако результаты твоей деятельности тебе не принадлежат. Сколько из вас имеет работу? Кто из вас имеет работу? Почему ты пошел на работу? Почему ты ходишь на работу? Это твой мотив. Но почему ты ходишь на работу? А ты почему ходишь на работу? Я не знаю, но я просто неё Terminator. Ты что называется? Что такое? Как это называется? Ты ходишь, выполняешь работу, что тебе дают взамен? Деньги, да? That's why you go to work. Если бы тебе не платили, ты бы стал ходить на работу? Нет, ты пошел бы в другое место, где бы тебя заплатили. То есть, ты выполняешь какую-то деятельность, результат твоей деятельности, это зарплата. И как называется этот результат? Фрукты вор, фрукты в результат. Это плод нашей работы. Вся современная цивилизация так устроена, чтобы мы трудились против плодов. Everybody's working like that. But Krishna says, what here? He says, you have a right to perform your duty, Он говорит, у тебя есть право исполнять свои обязанности, но плоды твоей деятельности тебе не принадлежат. We have a problem here, don't we? Кажется, здесь есть какая-то проблема, правильно? Потому что современная культура практически полностью противоположна культуре Кришны. Она фактически вся так устроена, чтобы увеличить наше чувство «я и моё». Если у меня больше денег, значит, я сам больше. Я у меня больше, чем у тебя, следовательно, я лучше, чем у тебя. У меня больше машина, больше дом. У меня больше денег на счету. Я больше. Это сознание материалистическое. Современное общество сделано так, чтобы усиливать материалистическое сознание. Оно так устроено, чтобы усиливать карму. Это не та карма, которой Арджуна занимался. Потому что они доследовали религиозным принципам. Но мы делаем карму в более разное. Мы занимаемся этим только для того, чтобы получить результат. Как только у меня появляется желание, любое маленькое даже желание, это порождает определенную карму. И природа кармы такова, что результат ты обязан взять. Это правило такое. Любое желание, которое у нас возникнет, обязательно будет удовлетворено. И если оно не будет удовлетворено в этой жизни, придется возвращаться. Раз за разом, это самсара. Поэтому Кришна и говорит Арджуне, плоды тебе не принадлежат. В стихе 49, второй главы, Кришна продолжает это объяснять. What's the same script? Who's the script? Durena. 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 This word durena means get far away from it. Like something that has a really bad smell. You want to get far away. And get far away from what? Durena. Yavara. Karma. Get far away from karma. And what's the last line? Kripana. Yeah. Kripana. Kripana. This is the slogan. Kripana palahitva. Kripana. Kripana means miser. Kripana означает скупец. Those who want to enjoy the results of their work, they are misers. Now, let's understand this word miser carefully. Miser means somebody who does not know the value of something, the proper value. Just as we think of miser as a person who has a lot of money, but he won't spend it. Обычно скульпцом называют человека, у которого много денег, но он не пользуется им. See, he's a man of money, but he is a man of money, maybe king. Yeah. But money is meant to be spent. Но деньги предназначены именно для того, чтобы их тратили. So, somebody has money, but they're not using it, they don't know the proper value of it. Если человек имеет деньги, но не использует их, значит, он не понимает их местенной ценности. Кришна говорит, тот, кто наслаждается плодами своего друга и является скупцом. Потому что что? У нас есть эта человеческая жизнь. Человеческая жизнь – это как автомобиль, средство передвижения. И средство передвижения используется для того, чтобы попасть из одного места в другое. И это тело является средством передвижения, которое должно перенести нас из материального мира в духовный мир. Это же самое лучшее место, куда только можно встретиться. Когда мы попадем туда, нам уже не придется возвращаться. Когда мы попадем туда, мы будем счастливы. Мы больше не будем страдать. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы освободить нас. И более того, в сознании Кришны человеческая жизнь может привести нас к близким, любовным, теплым взаимоотношениям с Кришной. Это лучшая ценность, наибольшая ценность человеческой жизни. Но если мы тратим человеческую жизнь лишь на то, чтобы получить зарплату и потратить ее на какие-то чувственные наслаждения, это же безумие, это совершенно недолжное использование человеческой жизни. Поэтому Кришна и называет здесь каких людей с купцами. Как мы должны использовать эту жизнь для того, чтобы достичь его. Мы знаем, что Прабхупада говорила, что в Ведах, если что-то хотят подчеркнуть, то повторяют это трижды. Как в этом стихе. Сколько раз в Бхагавадгите Кришна повторяет, что плоды нам не принадлежат? 17. Ва! Семнадцать раз. Семнадцать раз. Он снова и снова и снова и снова и снова говорит о том, чтобы буквально вбить нам это форму. Почему? Потому что мы обусловленные души. Миллионы жизней мы занимаемся корыстной деятельностью, но мы должны понять, что для того, чтобы прийти к тому, что в действительности является нашим интересом, достичь своих искусств, мы должны прекратить заниматься корыстной деятельностью. Таков путь сама сознания. Как преодолеть материальную обусловленность вот этим «я» и «моё»? Как сдвинуть свое самоотожцепление, перестать считать себя продуктом этого мира и понять, что мы достойны взаимоотношений с Кришной? Вот чем мы занимаемся. Обычно, когда я такое говорю, люди спрашивают меня, «Ну как же это сделать?» Что мне делать? Что мне? Бросить работу? Ну, как же это сделать? В этом мире, все нужно денег платить. Как же это сделать? И здесь Кришна дает свое последнее наставление. Кришна говорит, «Делай то, что Я сказал» в Бхагавадгиде. «Я защищу тебя от всех греховных реакций». «Не беспокойся. Проблем не будет». Как же жить, не совершая корыстной деятельности? Это называется искусство жить. И это также понимается, как преданное служение. В чем различие между материальным и духовным? Somebody, come on. You must know this. Темперально и вечно. Our senses are so sensitive. Итак, материальное и духовное. В чем разница? Например, Джаганатха. Is that Krishna, Balarama и Subhagra, or is this pieces of wood? Это Кришна, Balarama и Subhagra, или это просто куски дерева? What's the difference? В чем разница? Да. Who said it? Сознание. Consciousness. Yeah. Consciousness. So, it's the consciousness behind our activity that determines whether it's material or spiritual. And to give up doing fruative work means to give up the consciousness that I eat. И прекратить заниматься корыстной деятельностью означает перестать думать, что я делаю это для себя. Then who is it for? А для кого тогда? Для Кришна. Да, Кришна. Да, Кришна. Мы совершаем свою деятельность как подношение к Кришне. Then this transforms that activity from material to spiritual. And then instead of keeping us bound to this material world, that activity becomes the source of our liberation. И тогда из цепей, которые привязывают нас к этому миру, эта деятельность превращается в источник освобождения. So, this is what we want to learn in Krishna consciousness. How every activity that we perform will be spiritual. How to develop that consciousness. Кришна consciousness. So, we have to practice with this. Take some time. Take some time to make that change. But by practice, by purification, by practice, we will achieve that. When we achieve that, then our entire life changes. И когда мы достигнем этой цели, вся наша жизнь изменится. We become free from suffering. Мы освободимся от страданий. Мы освободимся от двойственности. И мы станем твердыми в предыдущем сознании Кришны. И все вы преданные должны сделать это своей ближайшей целью. Сколько времени потребуется для того, чтобы развить такой тип сознания? Можете это сделать за пять лет? За десять лет? Постарайтесь добиться этой цели. И вместо того, чтобы просто бессознательно жить, постарайтесь жить сознательно. Постарайтесь помнить о том, что я стараюсь прийти к Кришне. Я стараюсь помнить Кришну. Упражняйтесь в этом. You know, sometimes, in America at least, when people want to remember something, they would tie a string and put a rubber band around their finger. В Америке один человек ввел моду, если хочешь, чтобы запомнить, надо надеть на палец резиновое колечко. Then every time you see that rubber band, oh yes, that's what it says. So you create some little trick like this. Or maybe your phone has an alarm. Например, звонок вашего телефона. You set your alarm to go off every 15 minutes. Then you remember, oh, this is time to remember Кришну. So you've got some little tricks like this. Try to remember Кришну all the time. You can set yourself a goal in five years. Set yourself a goal in five years. See if you can make it. See if you can get there in five years. Надеюсь, вы это сделаете за пять лет. You can help each other also. You develop teams of two. Делайте такие команды по-двое, по-парно. And so, with your team member, at the end of the day, you say, okay, my friend, how did you do with your effort today to remember Кришну? Объединились в такие пары и каждый день спрашиваете друг друга, встречаясь. Ну что, приятель, как твои усилия, как тебе удалось помнить Кришну? Tell me how it changed your experience today when you remember Кришну. Можно поделиться опытом, как вы старались помнить Кришну. So, you try some different things like this. Пробуйте разные вещи. Whatever you can do, try to remember Кришну all the time. Что бы вы ни делали, старайтесь помнить Кришну постоянно. Of course, it helps if we read Кришна-лилу. Конечно, очень поможет, если мы читаем Кришна-лилу. And we used to come back from Sankirtan every day, and we would sit and have hot milk and read the Кришна-book. Когда мы приходили, возвращались с Сангиртана, и каждый день мы обычно садились вместе, пили горячее молоко и читали книгу о Кришне. And by this repeated hearing about Кришна, you remember him. И так, при постоянном слушании, при повторяющемся слушании, вы научитесь помнить Кришну. So, somehow or other, remember Кришну. Так или иначе, помните Кришну. Two rules that we have in Кришна consciousness. В сознании Кришны у нас есть два правила. Always remember Кришну and never forget him. Всегда помни о Кришне и никогда о нем не забывай. Good luck. Удачи вам. Thank you. So, commentary, do you have a question? Можно, вы говорили, что надо помнить актрично. Есть какие-то, как помнить о нем, допустим, практически? Каким образом помнить актрично, когда мы живем, там, работаем, общаемся? Каким образом? Это надо представлять Господа или видеть, что каждый человек – Господь. Разве есть какие-то наработанные? Какие-то, пожалуйста? Вопрос был такой. Мы все работаем, живем какую-то свою жизнь. Как нам практически помнить о Кришне? Должны ли мы представлять Его себе? Или мы должны видеть Его в каждом человеке, который нас окружает? Каким именно способом мы должны Его помнить? Таким способом и еще как-нибудь. Кого бы мы не увидели, мы должны думать. Это же не просто тело. Там живет крошечная частица, душа, и Кришна там тоже находится. И свой день можно начинать с молитвы Кришны. Мой дорогой Господь, пусть все, что я сделаю сегодня, доставит Тебе радостью и удовлетворение. И, конечно, когда твоя деятельность приносит какой-то результат, этот результат тоже можно предполагать Кришне. В 12 главе Бхагавадгиты Кришна именно такое наставление и дает. Он говорит, отдавай часть плодов Своего труда. Это очистит Тебя. Когда продолжаешь это делать, то постепенно становишься чище. Продолжаешь петь и повторять мантру, читать книги. И по мере того, как благодаря всему этому мы очищаемся, нам все легче и легче помнить Кришну. Еще одна вещь, которую можно сделать, это превратить в храм свой дом. Это не мой дом, это храм Кришны. Но вы живете в нем просто как слуга. И, поэтому, когда вы выходите на работу и получаете там зарплату, чтобы заплатить за этот дом, то получается, что вы совершаете служение в храме Кришны. Но при этом вы должны вести жизнь, которую вы живете в нем просто как слуга. Это значит, что вы устанавливаете в доме Божества. Это может быть изображение Панчататвы или Галбанитай. Это может быть изображение или Мурди. И когда вы просыпаетесь утром, значит, будете к Господу. Прилагаете Ему воду. Все, что готовите, тоже предлагаете Ему. Точно так же, как здесь это делается. Вы можете превратить свой дом в храм. Конечно, вам не обязательно следовать такому же стандарту. Но сознание такое нужно развить. Я слуга Кришны. И все, что я делаю, я делаю для удовольствия и удовлетворения Кришны. Так что пытайтесь делать так. И продолжайте думать, как еще я могу это делать. И Кришна пошлют вам разум. Потому что Он тоже хочет иметь взаимоотношение с нами. На этой планете живет 7 миллиардов людей. И большинство из них просто игнорируют Бога. Или если и обращают на Него внимание, то только за тем, чтобы поклятчить чего-нибудь. Дай мне то, дай мне это. И вдруг находится кто-то, кто хочет Ему служить. И Бог думает, Ему нужны отношения со мной. Как Кришна чувствует Кришна? Вау! Представьте себе, вот точно так же, как вы, допустим, мы находились в каком-то месте, где на вас никто не обращает внимания. Представляете, как вы себя чувствуете. Очень странно. И вдруг посреди этого всеобщего игнорирования находится человек, который обратил на вас внимание. Это же так приятно. Потому что мы личности. И нам необходимо взаимоотношения. А Кришна безграничен. И у Него могут быть безграничные взаимоотношения. С каждым, со всеми и каждым из нас. И это делает его счастливым. Мы не найдем картинки, на которой был бы изображен Кришна, наслаждающийся ездой на мотоцикле. Или там, под парусом в море ходящем. Нет, Кришна всем этим не занимается. Ему это не интересно. Ему интересны любовные взаимоотношения. И если мы только начинаем эти отношения, только вступаем в них, Кришна так счастлив. У Него желание больше, чем у нас вступать в такие отношения. И если мы делаем шаг по направлению Кришны, Он десять шагов нам навстречу сделает. Так что нам нужно только начать. Постарайтесь развить взаимоотношения. Попробуйте. Разговаривайте с Кришной. Вы можете подходить в течение дня и смотреть на Свои Божества. О, мой Лорд, я had such a bad day today. Bad day. О, мой Лорд, я had such a nice day today. О, мой Лорд, look, I brought you some flowers. I saw some nice flowers, I brought you some flowers. О, мой Лорд, guess what? We're going to have spaghetti for dinner today. We're going to have spaghetti. Or whatever Christian's favorite thing would be. Ladus or kachoris or something. Like this. We look, we're persons. So we know what it means to be a person. So just by knowing what we are like as persons, we can understand what Krishna is like as a person. Only Krishna is so sweet. This is actually the most, out of all the incarnations of the Lord, the special feature about Krishna is his sweetness. He's a perfect lover. So we should try to enter into this loving relationship with him. Хорошо? What else? You can ask any question you like. Вы можете задать любой вопрос, какой хотите. Добрый, Шибирь. Не стесняйтесь. Чем Вас так вдохновил Шилату Ахупада, что Вы на протяжении всех последних жизней жизни таким бодрым и радичным остаетесь? Чем Вас так вдохновил Ахупада, что на протяжении стольких лет остаетесь таким бодрым и радичным? Как правило, Ахупада inspired you by what means, что Ахупада so much inspired you, but it means so many years you're still so fresh and beautiful. This is Christian consciousness. Это сознание Кришны. Кришнан consciousness is ever fresh. So we have to get Christian consciousness. Я расскажу Вам свою историю, как я стал предан. Как я сказал, я учился в университете. И я готовился к выпуску. И я очень боялся жить в этом мире. Я думал, когда мне придется окончить учебное заведение и потом пойти на работу в этом мире, это будет совсем нехорошо для меня. Думаю, что это была какая-то самская распрежняя жизнь. Anyway, I was very concerned about this and I didn't know what to do. Я был очень этим озабочен и не знал, что предпринять. Я принялся размышлять на тему, что является смыслом жизни. И я пришел к выводу, что смысл жизни заключается в том, чтобы быть счастливым. А как быть счастливым? Мои преподаватели, которые учили меня инженерному делу, никогда о таком не говорили. Они не говорили, вот изучишь инженерное дело и станешь счастливым. Много дней я размышлял над тем, где находится счастье. И тогда, мистер Джордж Галлоп, он сделал общественную опросу о религии. И он опубликовал результаты, что люди, которые были очень много участвованы в религии, они были счастливы, чем люди в целом. С которых следовало, что люди, которые сильно вовлечены в религию, сильно связаны с религией, в целом счастливее, чем все остальные. И я подумал, ну хорошо, поищем счастье в религии. Но я был родителем католиком, и я знал, что там не было много счастья в религии. Мои родители были католики, и я вырос в этой среде, и точно знал, что там счастья не много. Тогда я обратился к восточным религиям. Я был академик, поэтому я начинал покупать книги. Тибетскую книгу Мерту, Сидарту, Германа Кеса. Книгу, которая называлась «Живи здесь и сейчас». Короче говоря, все, что хоть как-то напоминало Восток, я все это читала. Мои друзья все знали об этом. И одна из моих подруга, одна из моих подруга, однажды шла по улице, и встретила распространителя книг. Он пытался продать ей книгу о Кришне. Это был прелестный трехтомник небольшого формата, и все три тома были еще упакованы в коробочку. Он остановил ее на улице и сказал, «Вот прекрасная книга о Боге, почитайте ее, она вам понравится». Она сказала, «Бог меня не интересует». Он сказал, «Да это только потому, что вы ничего о нем не знаете». «Почитайте эту книгу, и вам он понравится». «Нет, мне это не интересует». «Нет, нет, нет». «Пожалуйста, вы должны, вы обязательно должны прочитать эту книгу». «Она продолжала отказываться, он продолжал настаивать». «Десять минут это продолжалось». «Он очень решительно настаивал». «В конце концов, она потеряла терпение, она достала из кармана доллар и сказала, «Слушай, у меня только один доллар». «Но эти хорошенькие книжечки никак не могут стоить один доллар». «Соу, и она пришла ко мне и сказала, «Ты у нас есть. Ты интересуешься восточной мере легенды, вот тебе». «Я предлагаю свою дальдовату тому преданному». «За то, что он проявил решимость и все-таки заставил ее взять книгу, пробил невежество». «До этого времени я даже не знал, кто такой Бог. Но я не был уверен, что он существует, но когда я прочитал эту книгу, я понял, Бог есть и зовут Его Кришна». «После того, как я прочитал книгу о Кришне, я купил в местном магазинчике Бхагавадгита Прабхупады». «И эта книга привела меня в трепет». «Это самая изумительная была книга, которую я когда-либо встречал». «Я помню день, когда я заканчивал чтение последних стихов 18 главы». «Я настолько была тем вдохновлен, что написал дипломную работу на тему «Кришна, источник всего знания и объект всяческого познания». «Так или иначе, меня убедил мой разум». «Я понял, что это высшее, что вообще может выпасть на долю человека». «Все книги, которые я до того прочитал, так сказать, вроде бы духовные, все это был детский лепет по сравнению с тем, что написал Прабхупады». «У каждого из нас есть своя история». «У каждого из нас есть своя история». «И каждый из нас так или иначе привлекся сознанию Прабхупады». «То, что было привлекательным для одного предного, не обязательно совпадает с тем, что было привлекательным для другого». «Но что касается меня, то меня убедил разум». «И после этого Кришна продолжал посылать мне подтверждение». «So this book, this is an assignment by Krishna, spiritual economics. «One day I was sitting, reading Bhagavad Gita. I'd been a devotee for 15 years by that time. I'd read Bhagavad Gita many times. But this time, I'm reading this shloka like I read today. And I went, wow, look at that, Krishna's talking about economics. And, of course, you won't find the word economics one place in Bhagavad Gita. But Krishna, he talks about work, the results of work, the motivation of work, how to work. This is economics. So that's how I saw it. And I thought, okay, that's interesting. Didn't really think much about it at the time. Я в то время так сильно об этом не задумался. But as I continued to read Prabhupada's books, I saw this everywhere. Но когда я принялся читать книги Прагхупады, вот с того случая, я увидел, что там очень много таких упоминаний. Я попытался писать об этом. Это оказалось невозможным. Anyway, the idea wouldn't go away. I just wanted to forget about it and get on with things. But this idea kept coming back to me. Okay, Krishna, you want me to do this? Okay. So Krishna gave me this as an assignment. And it's been a wonderful thing for me. So this is true for all of us, that's just me. Because we're part of the person of Krishna. And each of us have some special quality that we can serve Krishna by. Just like the hand in part of our soul and body. But we use that hand for many things. So Krishna will use us also. But we have to surrender again. That's the purpose of devotional service, to learn how to surrender to Krishna. And then when we surrender to Krishna, he'll use us in so many wonderful ways. As book distributors maybe? I'm sure you've all heard many wonderful stories from the book distributors. Those stories they tell us very clearly, Krishna was involved in this activity. But it can be anything, whatever you do. If you decorate the deities, you decorate the deities. Krishna will inspire you to do something so beautiful. If you're cooking, Krishna will inspire you how to make such a nice saji. Whatever we do. Krishna will act through us. And it will be thrilling. So that's what we want. We want to live like that. And this is what makes Krishna consciousness ever fresh. But never stale. Never stale. Material life is very stale. You do the same thing over and over and over again. So in material activity, there's boga-tyaga. I'm doing my tyaga and then I want to enjoy it on the weekend. But we don't have boga-tyaga in Krishna. Every day is a festival. Every day is fresh and wonderful. So you pray to Krishna. My Lord, use me in your service. This is what the Mahamanta means. We're chanting our japa every day. My Lord, please engage me in your service. So? Surrender me, Krishna will be there. Surrender me, Krishna will be there. How to get rid of the fear of death. Fear comes from the unknown. What will happen to me? Have you read any books about people who have died? Many of them have a nice experience. Some of them go to hell. Have you read any of those? I read a few of those. On YouTube, there's some people, they tell about their experience, their near-death experience going to hell. There are some people who have experienced this experience, and they saw hell. So a materialistic person, they have no idea, no understanding how this world is working. So they're compared to a blind person, just walking down the street, he's going to fall in a ditch. So this is why we are reading Bhagavad Gita, so we won't be blind. And then we know, we can create, we know how to create our future. That's the goal of Krishna consciousness. How to create that future in Goloka Vrindava? Am I going to be a coward boy, a Mopi, Krishna's Madyasoda, Nandamaha Vrindava? We're meant to create that body, before we leave this world. And this is done to the process of Radhamuga Bhakti. So we must know the path of Bhakti. What is this Krishna consciousness all about? All of us come to Krishna consciousness for many different reasons. Maybe we all may have different training, different, we read different books. But we should understand at least the layout, the map of devotional service. Just like if you want to go somewhere and say you want to drive from here to Turkey, you need to have a map. Can you drive from Turkey? Yes. Can you drive from Turkey? Well, it is possible. So you need a map. And to use your map, you need to know two things. И чтобы воспользоваться картой, нужно знать две вещи. What's that? And? And where are you? You have to know where you are. If you don't know where you are, your map's not going to do you much good. And if we're in illusion about where we are, our map won't do this much good. I'm such an advanced devotee. Wasn't me. Wasn't me, wasn't me. Maybe not. We have to know where we are. And there are symptoms. Can I control my senses? Can I control my mind? Have I realized the voice of the super soul? So, the path of Bhakti, there's different stages. So, just like if you're driving to Istanbul, you see the sign, Istanbul, 1000 kilometers, Istanbul, 500 kilometers, Istanbul, 200 kilometers. So, we must know what are the symptoms, the signs, of our making progress in devotional service. What are some of those signs? What are some of those signs? to show off? Can't remember the signs? It's here. I think it's true. I don't remember the Sanskrit. I don't remember the Sanskrit. Само собой достигает беспричинного знания и отречения, непривязанности. Беспричинное знание. Это означает реализация. Есть гьяна, и есть гьяна. Гьяна означает, что я прочитал книгу, и у меня есть определенная интеллектуальная понимание. Гьяна означает, что я это знаю очень глубоко. Я приведу вам простой пример. Гьяна – это когда мы знаем, что такое халава, халава – это очень вкусная сладость. Гьяна – это когда мы пробуем халаву. Гьяна – это как гьяна. Это как гьяна. Итак, беспричинное знание. Когда я читаю бхагавагиду, то это не просто чтение для меня, это не просто книга, она трогает мою душу, я чувствую ее. И мы также испытываем непривязанность в аэрагию. Например, я был привязан к кофе. Но больше оно меня не интересует. Я был привязан к дальше многоточию, к чему угодно. Мы все что-то привязаны. Но в какой-то момент вы видите, что эта привязанность уходит. Это признак того, что мы продвигаемся. И мы должны это видеть за этим наблюдателем. Если мы не замечаем этого продвижения, если таких признаков нет, то для нас это сигнал, что мы что-то делаем не так. Скорее всего совершаем оскорбление. Мы должны быть очень аккуратными, потому что сознание Кришны – это весьма точная наука. А наука означает следующее. И если я ставлю эксперимент правильно, то результат будет предсказуем. Так что мы должны видеть этот результат. И тогда, если мы видим этот результат, мы понимаем, что мы продвигаемся к цели. Обуздать чувства, обуздать ум. Прийти к состоянию устойчивости, то есть ништхи в предыдущем служении. И на этом заканчивается Байдли-бхакти и можно приступить к методу Рагануга-бхакти. И начать развивать любовные взаимоотношения с Кришной. Нельзя делать это непоследовательно. Это будет большой ошибкой. Сначала Анартха Неврити. Общищение себя. Общищение себя. Общищение себя. Общищение себя. Общищение себя. И вот когда мы очистим себя, тогда можно забраться глубже в сознание Кришны. Спасибо. В Бхагавадгиде Кришна говорит об этом, 6-й главе, «Где бы ни блуждал ум, из-за своей неустойчивой природы следует возвращать его на место под контроль Я». Итак, джаба – это и есть практика, предназначенная для контроля ума. Вы видите сами, что это трудно. Потому что ум привык к такой неограниченной ничем жизни. Поэтому нам постоянно приходится притаскивать его обратно. Нам нужно обучать ум. Я дам вам небольшой технический прием, который можно для этого использовать. Итак, можете ли вы держать свой опыт под контролем в течение 10 секунд? Я думаю, что это возможно. Вы можете читать, мы можем читать 3 мантры в 10 секунд. Итак, на левой руке мы считаем 3 мантры. На левой руке мы считаем 3 мантры. Когда прочитали 3 мантры, посмотрите, что получилось. Удалось ли мне контролировать свой опыт? Или какая-то мысль изобрела? OK, try again. Просто 10 секунд. И так по 10 секунд кусочками. Если вы прочитаете 2-3 круга таким способом, вы заметите, что остаток джабы гораздо легче пойдет. Поэтому попытайтесь этот технический приемчик применить. Для меня, по крайней мере, это работает. Я видел там снаружи какие-то украшения готовятся к какому-то фестивалю. Нет, сколько людей приходят на джабада. Пока sabe. Сколько людей приходят на джабаштаны? Ну, да. Хорошо. Ты хочу делать с драмой? спектакль ставите но иногда да 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 это культура нам нужна культура нам нужна культура потому что мы human beings мы human beings мы не можем просто так же без культура даже кришна когда заканчивается день он идет такое специальное место и там там играют спектакли там читают шастры там что-то происходит это культура это культура если мы не создадим свою собственную культуру кришна то откуда мы возьмем культуру телевизор мы возьмем ее из телевизора из интернет из газет из радио видео мы не хотим такую культуру мы хотим культуру кришна но нам придется ее создать но нам придется ее создать но нам придется ее создать потому что в современной культуре развлечения на таком принципе построенный я развлекаюсь тем что смотрю как другие что-то делают я смотрю как другие что-то делают например я смотрю как другие по ветру и танцуют но ведь на самом деле больше удовольствия получишь если сам будешь танцовать я смотрю как другие каким-то спортом занимаются или какую-то музыку играют это называется имперсонализм гораздо лучше если бы это все было персонально если бы вы сами все это делали поэтому я хочу вдохновить вас создать собственную культуру я заметил что у русских невероятные способности ставить спектакли гораздо лучше чем у американцев поэтому делайте это таким образом у вас будет собственная культура и это будет превосходно поэтому это не слишком много но я также имею в виду 10-12 дней перед танцами сейчас еще не поздно даджинмаштима это еще сколько там дней десять есть давай-давай делайте давайте делайте делайте какую-то пьесу о рождении кишни что-нибудь такое что-нибудь такое В общем, я рад видеть здесь такую прекрасную общину придана. Это прекрасная община, у вас здесь есть здание, вы можете жить здесь вместе. В очень немногих местах в мире у преданных есть такая возможность. И, конечно, общение с преданными – это сама жизнь преданных. Поэтому каждый из вас благословлен возможностью общаться с преданными. Преданные Кришны – это очень особенные люди. Поэтому, пожалуйста, служите друг другу с любовью. Помогайте друг другу, заботьтесь друг о друге. И вместе растите в сознании Кришны. Если вы будете помогать друг другу и служить друг другу, вы, несомненно, снискаете благословения Шрива Прохопады. И станете счастливыми. Шрива Прохопадки! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова